Я сегодня, ну, может быть, не всех увидел в зале, но многих, кого увидел, не ожидал некоторых увидеть, опять же, и понимаю, что здесь есть люди, с кем связаны определенные мои песни, которые, как я говорю иногда, явились мотиваторами написания определенных каких-то стихов, музыки, потому что немало таких вещей, когда какие-то реальные истории происходили, да, есть какие-то, опять же, все равно люди, из-за которых написаны тоже определенные слова. Вот я еще спою песню, она очень, ну, как, не знаю, ну, старая, да, старая песня, и практически, ну, вот если мне память не изменяет, в марте ей исполнилось четверть века. Чувствуете, да, я когда-то там летчик-то пел, там, который 91-го года, дальше время идет, и вот такие старые-старые песни, ну, тем не менее, иногда меня просят их спеть, или кто-то поет, мне это приятно. Вот эта песня, да, четверть века, история была такая, это был март 94-го года. Помню, ну, как военные-то знают, как мы там, подаем свои пожелания на отпуск летом, там, я помню, где-то там вставил, вот, там, какой-то из летних месяцев. Потом вижу резолюцию такую, не только на мое пожелание, а там, всех офицеров управления, начальник, пишет, значит, начальник управления, начальник ООК, ну, отдела кадров, разъясните офицерам, что кроме летних месяцев есть другие. Вот, я не помню, мне поставили на март. 94-й год, такое время тяжеловатое, надо сказать, было, зарплату могли там задерживать, и вообще, ну, как бы, она была совсем маленькая. Вот, я уже служил в Минске, семья была еще в Лиде, и родители у меня уже были в Коврове, переехали с Украины, когда там уже как-то все так пошло наперекосяк, к сожалению. И, ну, а куда мне, я к родителям, а они в Коврове, и там старший брат, и как-то с деньгами так себе. Я такой, елки-палки, что делать? Вот, сосед, а тогда еще российская армия, ну, уже, я уже считался в Белорусской, российская еще у нас оставалась до 96-го, 49-я дивизия ракетная, гвардейская, ракетных войск, кратерического назначения. Вот, у меня сосед был начальник штаба полка там, именно это. Они говорят, слушай, к нам тут прилетел борт из Владимира, и, значит, ну, они тут есть где-то, они должны туда лететь. А что такое Владимир? Это, ну, образно говоря, там полчаса езды до Коврова. Ну, и так получилось, что на рынке, на рынке я встретил этих ребят, на Литском рынке, это, ну, у нас же Польша рядом, там много чего продают. Вот, и, ну, это долгая история, я не буду так уже вкратце, просто, приходи вечером в гостиницу, поговорим. Я, ну, естественно, подошел к процессу очень ответственно, у меня был, помню, такой кофр деревянный, он тяжелее гитары был, вот, но он был такой, он заточен под определенные назначения. Кроме гитары, туда хорошо вмещалась литровая бутылка водки и полуторалитровая банка салата. В общем, в таких банках мало, когда консервируют, ну, сейчас, а тогда консервировали. Вот, и я прихожу, назвали номер, захожу, ребята сидят, значит, там, как потом оказалось, бортрадист такой, там, на электроплитке что-то готовит, сидят летчики, играют в реферанс. Вот, я говорю, я тут вот, ну, садись, продолжают играть, это готово, там, через какое-то время, я просто сижу, как сирота такой, вот, сели за стол, ну, я достал тут, начали петь. Начал я петь, вот, и, в общем, ну, все хорошо, на следующее утро мы с сыном, сыну было тогда, он сейчас, наверное, там смотрит у себя в Америке, вот, ему сейчас уже за 30, тогда ему было 6 лет. И мы с ним вот пришли, сели в этот самолет, Ан-26, я помню, что для мальчика это был какой-то лайнер, такой сумасшедший просто, ну, как, наверное, Боинг 747 сегодня отдыхает, по тем понятиям, которые вот, ну, в этом, вот, у маленького ребенка это все вот. Единственное, конечно, потрясение было потом, когда мы летели, он сказал, я петь хочу, я подхожу к командиру, говорю, слушай, а где ведро? Он, а там, я приношу ведро, и вот это было, конечно, потрясение для ребенка, что, оказывается, в современном самолете, ну, сведей, сведер. Я к чему? Следующая песня именно про тот полет. Я очень счастлив, что сюда пришел этот человек, который дважды был в Афганистане, у которого два боевых ордена, по которому стреляли с земли ракеты, опять же, по этому же 26-му Ану, и они умудрились уйти от этой ракеты. Не знаю, самолет мало маневренный, но, тем не менее, не знаю, что они там выписали. Вот. Владимир Ермаков, мой очень близкий друг, Володя, спасибо, что приехали. Вот говоришь, но не обманывай. Борт 05 за добру на взлет, Небо снова нас завет, И бетонку с Богом отпустит. Набираем эшелон, И плевать нам на циклон, Вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках, Выйдем к солнцу в небесах, Все дожди оставив под собой. На работе мы опять, И трудяга, борт 05, Четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, Сегодня можно нам ходить, Чуть-чуть побольше, Чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Погодный минимум предел, Но не проложит штурман нам Другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, И с нетерпением мы ждем, Когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, Но на земле нас в семье ждут, Да мы же сами как семья, Мы экипаж. Снизу морем облака, 5700, И мы пока крепкий чай, В который раз побьем. Все мы здесь как за рулем, Что покрепче все потом, На земле по сутки мы нальем. Командир на руку скор, Наплевал на коридор, До ворот прокладка вся долой. Куда повернули? Пусть земля запросы шлет, Порт родит, всех это шьет. Афанасич, нам быстрее надо, Мы домой. Сегодня легче нам лететь, Сегодня можно нам хотеть, Чуть-чуть побольше, Чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Погодный минимум предел, Но не проложит штурманам Другой маршрут, Наш главный курс, Туда, где дом. И с нетерпением мы ждем, Когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, Но на земле нас в семье ждут, Да мы же сами как семья, Мы экипаж. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пока авторпилот удлиняет наш налет, Командир прочтет свой детектив. Не знаю, что он там читал Испокоены мы вполне Мы уже не на войне Шуме для нас пока что всти Пусть приходится летать В те места, куда послать Даже и по маме не пошлю Нам уже не привыкать В обе золовку играть Знал бы прыгок, знал бы маршрут Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас семьи ждут Хоть мы и сами как семья Мы экипаж Да мы же сами как семья Мы экипаж Экипаж Спасибо Спасибо Владимир Ермаков Из Владимира приехал вот туда Куда мы там прилетали Вообще интересно, жизнь поворачивается Спустя еще потом какие-то годы Я встречаю во Владимире своего одноклассника Одноклассника вообще по первому классу В Казахстане, город МБ-5, гарнизон Виталик Суслов Он уже на пенсии, старший прапорщик Ну он говорит Я вот тут во Владимире закончил службу Борт-радист там летал Я говорю А вот мы твою песню слушаем Борт-05, я же на нем летал Я так оп Ну он уже летал после того, как Володя там летал Ну из того экипажа там были люди Вот, ну Вот так бывает Связаны с песнями какие-то такие воспоминания Кстати, с этой песней у меня такое еще Ну не воспоминания, так Я помню, как-то сижу дома Пишу программу концерта Название песен Вот дохожу в Борт-05, там еще что-то Сзади сын подходит Так посмотрел через плечо Папа Какая-то симптоматика Что такое? Ты Борт-05 написал 05 через запятую Ну ты стою Ну было и такое